Технологии машинного обучения Современная модная нейронная сеть Имейлер-разработчикам удалось достичь заданной точности алгоритма с отклонением не более двух сантиметров от измерения, произведенного вручную Этот фактор становится более критичным, потому что розетки в лесу нет Основная идея проекта заключалась в автоматизации трех основных бизнес-процессов на лесопроизводстве Это учет леса, маркировка пиловочника и сканирование пиловочника Пиловочника это распиленные деревья определенной длины Соответственно, идея в их маркировке заключается в том, чтобы собирать данные о этом дереве Понимать их местоположение, их основные размеры и какие-то характеристики Для того, чтобы вся эта информация попадала дальше клиенту Пользователь нажимает старт процесса, выбирает какая порода у дерева и в каком состоянии это дерево находится Затем он с помощью курка сканирует RFID-метку RFID-сканером Нажимает на курок, происходит сканирование После чего необходимо сделать фотографию данного дерева Производится фотография тоже нажатием на курок Затем алгоритм машинного обучения определяет диаметр этого дерева Затем информация также записывается на эту метку То есть сама метка хранит информацию о дереве И вся эта информация дальше отправляется на сервер заказчику Соответственно, он может в любом своем веб-интерфейсе Посмотреть всю информацию по деревьям на производстве Наша разработка позволяет уменьшить время обработки одного дерева За счет того, что все бизнес-процессы уже автоматизированы в устройстве Если человек измеряет по одному бревну или по одному стволу за раз И у него это измерение занимает, ну, допустим, 20 секунд он приложил линейку, посмотрел И плюс еще, допустим, 20 секунд он, чтобы забить цифру и все сохранить Но если мы, допустим, автоматически просто делаем фотку и автоматически все считаем То картинка у нас обрабатывается, ну, пускай 200 миллисекунд она обрабатывается Но у нас на одной картинке штабель там из двух десятков, допустим, бревен Здесь ускорение не то, что там в разы, здесь ускорение на порядке времени Уникальность данного проекта в том, что приложению предназначено работать в условиях отсутствия интернета и связи Соответственно, мы не можем отправлять и получать какие-то данные прямо в моменте Необходимо, чтобы вся информация была в рамках приложения И также необходимо, чтобы алгоритмы машинного обучения работали локально внутри приложения От идеи клиента до реализации MPR-версии у нас прошло порядка полугода Старт работ начался с классического этапа аналитики Соответственно, это был сбор требований и их формализация в техническом задании На этапе аналитики у нас участвовал аналитик и технический эксперт Который помогал выявлять все нюансы по технике Конкретно по RFID-сканеру и RFID-меткам Соответственно, это позволило нам попадать в ожидание клиента Мы разговаривали с ним на одном языке Он нас хорошо понимал, мы понимали его бизнес-процессы И как это можно отразить в рамках мобильного приложения Мы разработали собственный формат кодирования для записи информации в метку В разработке у нас участвовало два андроид-разработчика И в параллель мы начали разработку алгоритма машинного обучения Мы провели предпроектное исследование, в рамках которого убедились, что задача решаема Что сам алгоритм можно портировать в мобильное устройство и он будет корректно отрабатываться У нас было два основных направления Первое направление — это алгоритмы классического машинного зрения и классического машинного обучения И второе — это более современные модные нейронные сети Наша задача состояла в том, чтобы найти необходимый баланс С одной стороны, между требованиями аппаратными скорости работы потребления батарейки И тем, чтобы поместиться в память И с другой стороны, между точностью работы алгоритма и простотой работы с алгоритмом Классические алгоритмы, они, как правило, меньше потребляют батарей, меньше потребляют памяти И их можно настроить так, чтобы они работали с нужным быстродействием за нужное количество времени практически на любой платформе С другой стороны, они более сложны в разработке и настройке То есть, чтобы их правильно скомпоновать, правильно настроить все параметры И плюс классические алгоритмы, они накладывают более жесткие ограничения на входные изображения С другой стороны, нейронные сети, они ко внешним условиям более, так скажем, толерантны С другой стороны, нейронные сети, они, как правило, тяжелые в плане вычисления Эти недостатки более-менее нивелируются, если нейронка работает на сервере или на компьютере Но в мобильном приложении этот фактор становится более критичным, потому что розетки в лесу нет Для определения диаметра я использовал нейронные сети в рамках задачи тематической сегментации Это задача, в которой нужно по фотографии определить отдельно дерево и отдельно фон То есть, фактически, на вход нейронной сети дается фотография, а на выходе получается такая маска Каждому пикселю соответствует либо это дерево, либо фон В качестве нейронной сети выступала такая сеть, как Юнет Это довольно-таки распространенная популярная сеть Она показывает довольно неплохие результаты в последнее время И успешно нами были размечены несколько фотографий, порядка 100 Эта сеть была обучена на этих фотографиях И затем уже на новых фотографиях она могла различать дерево от фона В качестве основного такого фреймворка нами был выбран PyTorch Для создания нейронной сети и обучения ее И затем для последующей обработки фотографий и масок, которые мы получаем из выбора сети Мы использовали OpenCV С разработчиками мобильными мы тоже много взаимодействовали В плане того, чтобы облегчить работу То есть, с одной стороны, чтобы нам правильно подстроиться под требованиями мобильного приложения Под те требования и особенности, которые есть на мобильных устройствах и в андроиде С другой стороны, чтобы им правильно взять то, что сделали мы Правильно перевести на Яву под андроид И, собственно, правильно это уже пустить на мобильном устройстве и убедиться, что это работает Сам проект, он достаточно уникальный в рамках Российской Федерации И мы видим применение данного проекта в разных других сферах То есть, это не только лесопромышленность, это может быть и любая промышленность И, в принципе, любой бизнес-процесс, где требуется иметь информацию о характеристиках каких-то объектов И это, в общем-то, и с точки зрения бизнеса это приносит пользу Потому что это снижает рутину, это снижает количество ошибок Это автоматизирует какие-то процессы И это позволяет, так скажем, более эффективно эти процессы проводить При определении диаметра растущего дерева накапливалась некая систематическая ошибка И мы предположили это потому, что сам диаметр дерева, то есть само дерево относительно метки Оно расположено чуть дальше, чем на самом деле Вот, и для решения, значит, этой задачи, для нивелирования этой ошибки Мы использовали линейную регрессию, где в качестве признаков выступали Относительные размеры метки и дерева и их отношение к этим размерам И таким образом нам удалось существенно увеличить точность в измерении диаметра E-mail разработчикам удалось достичь заданной точности алгоритма С отклонением не более двух сантиметров от измерения, произведенного вручную Чтобы представить, с какими казусами приходится сталкиваться на проекте, хочу рассказать историю Соответственно, клиент закупил новый образ цементок и хотел презентовать наше решение перед своим руководством Он обнаружил, что новые метки не сканируются нашим устройством Соответственно, у меня был вопрос, почему так Мы начали разбираться, естественно, для того, чтобы понять, почему так Нам нужны эти образцы меток изучить и иметь у себя Но они в тот момент были в другом городе и такой возможности не было Команда, проявив смыкалку, решила поступить так Мы пошарили экран компьютера, плюс пошарили экран самого устройства Для того, чтобы видеть и произвести удаленную отладку Благодаря этому мы выяснили, что данные метки нового образца, они имеют другой алгоритм шифрования И нам нужно адаптировать код под него Собственно, мы успешно справились с этой задачей, адаптировали код И клиент успешно продемонстрировал результат нашей работы Технологии машинного обучения, они, так скажем, повзрослели и дозрели до того, чтобы их можно было применять Если несколько лет назад машинное обучение было чисто академическая забава, которая имела смысл в стерильных условиях эксперимента Просто интересно посмотреть, что будет, если То сейчас, за счет того, что появляются новые фреймворки для разработки тех же нейронных сетей Или библиотеки типа OpenCV, которые пригодны не только для исследований, но и для того, чтобы их применять именно в продакшене Появляются библиотеки предобученных моделей, которые снижают требования по размеру датасетов, которые мы используем для разработки моделей, алгоритмов Появляются вычислительные мощности, которые позволяют запускать все более и более сложные модели А, как правило, в машинном обучении чем сложнее модель, тем лучше она работает, по сути Субтитры создавал DimaTorzok